Здравствуйте! В эфире новости дня. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях пятницы в студии Татьяна Штиллер. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге открылась масштабная выставка Пушкинского музея. И начинаем выпуск с предупреждения от МЧС. По данным спасателей, в ближайшие сутки в регионе сохранится туман. Видимость на дорогах составит менее 500 метров. Ожидается и усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Густой туман обусловлен влиянием промежуточного гребня. А уже в субботу утром в Оренбурге придет южный циклон. Его центр образуется над Черным морем. Из-за этого в регионе ожидаются обильные осадки. Метеорологи говорят, что дожди будут наблюдаться практически по всей территории области. Местами, особенно в ночные часы, возможен мокрый снег. Температурный режим останется в пределах нормы. Температура будет достаточно все-таки еще теплой. Дневные будут также где-то 5 до 10 градусов на западных, преимущественно в районах. Даже в Оренбурге будет 7-8, может быть. А ночные температуры будут 0, плюс 2, плюс 1, плюс 3. А вот в ночь на понедельник к Оренбуржью подойдет холодный фронт. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 4 градуса. Такая температура, говорят метеорологи, незначительно отличается от нормы. Погода спровоцировала ЧП в областном центре. Подземный пешеходный переход залило талой водой. Инцидент произошел на проспекте Гагарина. Тревогу забили сами горожане. По их словам, утром в пятницу спуститься вниз было невозможно. Местных жителей возмутило и то, что ремонт этого подземного пешеходного перехода закончился недавно. Однако ливневая система не справилась с талыми водами. Внизу образовалась лужа. Из-за большого количества скопившейся воды горожанам приходилось перемещаться по выставленным здесь доскам. Горника нет, наверное, у них. А то надо снег вот здесь кидать весь, чтобы сюда вода не поступала. Ребята, ну как делали, так и получилось. И причем такой современный красивый переход. Хотелось бы, чтобы он и внутри соответствовал. Очень жаль, что так все сделано недобросовестно. За комментарием мы обратились в администрацию Оренбурга. В мэрии нам рассказали, что принимают все меры для ликвидации подтопления параметра. По словам местных жителей, подобная ситуация повторяется каждую весну. Спасатели предупреждают, выходить на лед опасно. На большинстве водоемов региона появились промоины и полыньи. Что делать, чтобы избежать трагедии? И как зрительно определить толщину льда? Обо всем подробнее расскажет моя коллега Ольга Энгельс. Толщину льда можно определить по цвету. Самый крепкий лед голубоватый, белый слабее. Здесь в районе набережной он вообще серый, а значит поверхность рыхлая и может обломиться в любую минуту. Несмотря на огромные промоины и полыньи, возле берега сидят рыбаки. По словам спасателей, их ежедневно предупреждают об опасности. А многие любители подледного лова не раз сами оказывались в ледяной воде. Некоторые берут с собой веревки метров 20-25, чтобы можно было держать ее в кармане. Если вдруг человек провалился, можно было ее бросить. На конце грузик, чтобы она оставалась никуда. А другие просто берут колючие вот такие предметы и самостоятельно выбираются. И многие рыбаки, потому что мы многих опрашивали, практически все проваливались. И все равно люди идут. Только за осенне-зимний период жертвами тонкого льда становятся 7 человек. 12 ноября 2019-го. На Кумакском водохранилище погибают сразу четверо рыбаков. Один из них выходит на тонкий лед и проваливается. Другие спешат на помощь. Трагедии удалось бы избежать, если бы мужчины действовали правильно. Об этом говорят спасатели. Сотрудники МЧС наглядно демонстрируют, что делать в экстремальной ситуации. На самом деле неподготовленный человек, простому человеку, который неожиданно оказался в такой ситуации, очень сложной, потому что у него не непромокаемый костюм, как у нас. У него обычные вещи, они намокают и несут на дно. Поэтому человеку необходимо скинуть эти вещи и без паники действовать. С теми, кто рискует выходить на тонкий лед, пока можно бороться только словом. В Оренбуржье нарушители не несут административную ответственность. Хотя в ряде регионов страны таких наказывают рублем. Например, в Татарстане штраф увеличен до полутора тысяч рублей. В северной столице – пять тысяч рублей. Возможно, именно эти меры помогли бы уберечь и рыбаков Оренбургской области от неоправданного риска. Ольга Энгерс, Георгий Барлуцкий, Новости дня. И к другим темам. В региональном ФСБ озвучили подробности задержания обвиняемых в пособничестве террористам. Три человека подозреваются в финансировании боевиков из запрещенных радикальных ячеек. Оперативно-розыскные мероприятия проходили сразу в двух регионах России – Республике Татарстан и Оренбургской области. Сотрудники ФСБ провели обыски по адресам проживания четверых подозреваемых. В ходе них изъяты банковские карты, средства мобильной связи и более десяти наименований литературы, включенных в федеральный список экстремистских материалов. Также силовиками обнаружен флаг с символикой ИГИЛ. Организация запрещена на территории России. Выяснилось, что задержанные являются приверженцами радикальных течений ислама. Не имея возможности выехать за пределы страны, они организовали канал финансирования террористической группировки. Переводимые из Оренбуржья деньги направлялись на нужды боевиков, участвующих в конфликтах в странах Ближнего Востока, а также на покупку авиабилетов для россиян, желающих вступить в ряды запрещенного исламского государства. В отношении трех человек возбуждены уголовные дела. По вменяемым статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ФСБ Оренбургской области предстоит установить общий объем собранных денежных средств и также других участников выявленного канала финансирования бандформирований. Ситуацией с продажей защитных масок в аптеках Оренбуржья заинтересовалась антимонопольная служба региона. В своем эфире мы не раз рассказывали о дефиците этого товара в аптеках областного центра. В связи с этим в Уфас проведена ведомственная проверка. Специалисты озвучили ее результаты. В рамках проверки специалистами Уфас сделано свыше 50 запросов в разные аптечные сети региона и оптовые склады. Сотрудники выезжали на места для проведения пробных закупок. Несмотря на проделанную работу, завышения цен на защитные маски ведомством установлено не было. По данному Уфас, средняя стоимость значительно отличается в разных торговых точках. Так, разбег цен начинается от трех и доходит до 15 рублей за штуку. Также в ходе профилактической работы с поставщиками данного товара проверялась информация о повышенном спросе на элементы респираторной защиты. Какого ажиотажа пока нет. Буквально вчера мы направили дополнительные письма, запросы для оптовых поставщиков. Если будут какие-то опять нарушения со стороны оптовых поставщиков и производителей масок, то мы будем, конечно, следить за этим. Сейчас никакой взрывоопасной ситуации нет. По результатам проверки Уфас установлено, что в лечебных учреждениях региона находится около полутора миллионов защитных масок. Еще почти 200 тысяч числятся на балансе различных обсек города. Это новости дня. И вот что будет во второй части программы. Торги не проведены. В каких территориях ремонт дорог под угрозой срыва. Получили сертификаты. Многодетные семьи Оренбуржья улучшат жилищные условия. Шедевры русской живописи. В Оренбурге открылась масштабная выставка Пушкинского музея. Мы продолжаем. 30 вопросов на повестке дня. В Доме Советов прошло очередное заседание правительства области. Сегодня утвердили правила работы приютов для животных и нормы содержания в них бесхозных собак. С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, по которому бездомных животных не усыпляют, а отлавливают и отправляют в приюты. Там им делают прививки, стерилизуют или кастрируют, чипируют и после всего этого выпускают в прежнюю среду обитания. Сегодня правительство области принимает постановление. Теперь определенный регламент данной работы проводится во всех муниципалитетах области. В этом году в областном бюджете на эти цели запланировано более 15 миллионов рублей. Первое, что будет сделано, это сейчас органы местного самоуправления могут организовывать торги по определению уполномоченных организаций на отлов безнадзорных домашних животных, организации их содержания. Готова ветеринарная служба к проведению необходимых обработок животных, то есть кастрация, стерилизация, чипирование. Еще одна важная тема – предстоящий ремонт дорог, которые в некоторых территориях опасаются в региональном Минстрое под угрозой срыва. Солилецкий городской округ, Бугурслан, Орск, Бузулук, Оренбург и Оренбургский район. Сумма контрактов – десятки миллионов рублей, но ни в одной из территорий до сих пор не провели торги. В то время как приступить к ремонтным работам должны уже 1 июня. Глава региона Денис Паслер распорядился, кто не успеет в срок провести необходимый объем работы, будет лишен областного финансирования. Эти деньги распределят между теми муниципалитетами, кто подошел к работе более ответственно. И к социальным новостям. 30 семей Оренбуржья получили сертификаты. Выплаты, предназначенные на улучшение жилищных условий многодетных семей и работников бюджетной сферы. Мероприятие прошло в торжественном зале правительства области. Родителям заветный документ, детям подарки. Без внимания сегодня не остается никто. В зале семьи, которые приехали из Орска, Абдулинского, Сулелецкого, Кувандыкского городских округов, Пономаревского, Саракташского, Тюльганского районов. Всего 16 муниципалитетов. Многодетная семья Дюсяевых этот день ждала 6 лет. В руках сертификат на 2 миллиона рублей. Планы теперь большие. Их дом в Красногвардейском районе признали аварийным. Теперь супруги будут подыскивать вариант нового жилья. Задумались даже о переезде в областной центр. Сегодня у нас такой праздник. Конечно, будем искать сейчас жилье, свое место. Мы очень рады. Спасибо всем. Всего в этом году из областного бюджета на улучшение жилищных условий выделено более 158 миллионов рублей. Существуют и свои региональные программы. Так, выплаты на приобретение и строительство жилья за последние 8 лет получили уже 377 многодетных семей. Мерки социальной поддержки, наверное, самые важные. Потому что они напрямую поддерживают вас. И главное, дети. И все, что мы делаем, мы в конечном счете делаем для них. Вас всех поздравляем. Счастья вам, вашим семьям. Ну и, конечно же, вашим замечательным детям. Музей изобразительных искусств 60 лет. Одно из главных культурных учреждений региона отмечает юбилей. Поздравления. В адрес храма искусств звучат не только от именитых художников и первых лиц области. Отметить знаковое событие приехали руководители крупнейших музеев страны. Некогда здание городской думы, теперь же учреждение с богатой творческой историей. Его стены биржно хранят произведения древнерусских, советских и западноевропейских мастеров. В собраниях числятся тысячи работ. Более 60 выставок в год. Чтобы поздравить музей с юбилеем, в Оренбург приехали представители ведущих музеев страны. Музей-заповедник Гатчина, музей-заповедник Пушкина, Кемеровский музей изобразительных искусств, музей Дарвиновский из города Москва и много-много других. Больше 30 руководителей. Это лишний раз свидетельство тому, что наш музей занимает достойное место в культурной жизни Оренбургской области и всей России. И 60 лет, много это или мало, думаю, наверное, это, конечно, только начало большого-большого пути. По случаю юбилея в области пройдет ряд мероприятий музейной направленности. Одним из них станет выездное заседание Президиума Российского комитета Международного совета музеев. Во главе с президентом Александром Шолоховым делегация посетит музей Оренбурга, ознакомится с проектом дома-музея Ростроповичей. В свой юбилей музей-изо преподнес настоящий подарок поклонникам искусства. Шедевры русской живописи увидят оренбуржцы. В областном центре открылась первая масштабная выставка Пушкинского музея. В экспозиции представлены работы художников с мировыми именами, таких как Перов и Шишкин. Одной из первых картин и классиков искусства увидела моя коллега Анастасия Кубатко. Портреты, сюжетно-дематические картины и пейзажи. Всего 38 произведений отечественного искусства. И обширная география. Первая масштабная выставка Пушкинского музея собирает произведения мастеров русского искусства. Перов, Шишкин, Гончарова и еще десяток известных имен 19-20 веков. Коллекция из собраний сочинения Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина вообще в Оренбурге, в Оренбурже и в нашем регионе выставляется впервые 38 шедевров. Этот подарок не только музею, это подарок прежде всего Оренбургу, Оренбуржию и Оренбуржцам. Я думаю, что они его по достоинству оценят. Каждая картина несет в себе эпоху того времени. Каждое творение словно обнажение души. Они не боялись показать свой внутренний мир, будь то одиночество, восторг, разбитые мечты или умиротворение. Как, например, на картине «Солнечный день» Ивана Шишкина. Теплые тона и обилие зелени – самое известное полотно лесного художника 19 века. Василий Поленов – еще одно имя в мире великих русских живописцев. Картина мечты из цикла произведений о жизни Христа. Двухметровое полотно написано за год. Его живопись называли искусством покоя. Ведь каждая картина дышит особой свежестью. Несколько столетий назад они писали то, что на душе. Теперь же картина каждого на вес золота. Все произведения предоставлены отделом личных коллекций Государственного музея имени Пушкина. Благодаря фестивалю «Арт-окно», благодаря господину Усманову с его благотворительным фондом мы решили организовать такую выставку шедевров русских художников и показать в разных регионах. Вот Оренбург оказался один из самых таких интересных наших партнеров. Создание выставки ушло около года. И собиралась она буквально по крупицам. Каждое произведение преподнесено в дар Государственного музея имени Пушкина именитыми коллекционерами. Эта выставка гастролирует, как отметили уже коллеги. Ее увидели в прошлом году жители Курска, жители Белгорода. И вот в этом году она приехала к юбилею музея, музея изобразительных искусств города Оренбурга. Действительно замечательно, что этот юбилей, этот праздник получается отметить открытием такого большого, такого значимого проекта. Эта уникальная масштабная выставка дает возможность посетителям увидеть творчество самых именитых художников двух прошлых столетий. Окунуться в мир прекрасного сможет любой желающий. Выставка продлится до 31 мая. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. В президентском училище прошла презентация новой книги оренбургского писателя Феликса Азова «Далеко от войны». Мероприятие прошло при поддержке регионального следственного комитета. В преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне организован проект «Кадетский ориентир», посвященный народной памяти и воинской славе победителей. Оренбургские кадеты давно знакомы с творчеством Феликса Азова. Он постоянный участник уроков мужества. Писатель делится с кадетами воспоминаниями о далеком детстве, страшных буднях войны. Воспитанники кадетского училища задают автору вопросы о работе над книгой и содержании повести. Автор ведет рассказ от лица старшего брата Бориса. В книге рассказывается о том, как семья справлялась с трудностями военного времени в тылу, о переживаниях и заботах детей и подростков, которым пришлось вступить в борьбу с врагом наравне со взрослыми. Кадеты читали со сцены стихи и новеллы из новой книги Азова. Локомотиво-ремонтный завод, который входит в группу компаний «Локомотивные технологии», отмечает юбилей. Одному из старейших предприятий региона 115 лет. Сегодня поздравления принимают трудовые династии, гордость завода. Их чествует в гербовом зале губернаторского музея. Подробности в материале моих коллег. Благодарственные письма, цветы и подарки тем, кто большую часть своей жизни посвятил труду. По истории трудовых династий завода можно изучать историю Оренбуржья. Здесь посчитали общий стаж всех династий около полутора тысяч лет. Есть заводчане, предки которых начинали работать в главных железнодорожных мастерских в 1905 году. Это первое название предприятия. Представляю сегодня нашу династию, которой больше 350 лет. Из нашей династии я самый молодой работник на заводе. Династия наша началась с моего прадеда, Кеба Филипп Лазарович. Он работал в охране. К юбилею здесь подходят особенно. Несмотря на праздник, главное – выполнение всех обязательств и показателей. Показатели достигаются напряженным трудом. И в этом плане очень важна роль костяка нашего трудового коллектива, который складывается в том числе и из трудовых династий. И останавливаться на достигнутом заводчане не планируют. В бизнес-плане 2020-го юбилейного года цель – превзойти достигнутые результаты. И здесь особая роль у заводчан. Опираясь на огромный опыт и усердие прийти к намеченной цели. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новостиния. На объектах транспортировки сырья и продукции общества «Газпромдобыча Оренбург» горячая пора круглый год. Особого внимания оборудование требуют весной. Как обеспечивается его надежность и бесперебойная работа в цехах и на трассах, узнали наши корреспонденты. Служба технического обслуживания запорной арматуры и механического оборудования Нижнепавловского линейного производственного управления отвечает за безотказную работу свыше 1200 единиц запорно-регулирующей арматуры. Небольшой коллектив – слесари, сварщики, токари, резчики, плотники – решает широкий спектр задач. От диагностики и ремонта до изготовления новых деталей. Каждый час что-то новое изготавливается. Однообразной работы не бывает. Сейчас то, что цыра под приварку, под холодную сварку. Качество, материал, чтобы был соответствован чертежу. В неделю здесь вытачивают до 200 запасных частей, ремонтируют и испытывают десятки единиц оборудования. Отношение к делу творческое. Рационализаторская мысль помогает двигаться вперед. Создано немало приспособлений для более эффективной и безопасной работы. Пока одна бригада трудится в цехе, другая выезжает на трассу. По этим приводам у нас и ВИМ-то мы, по-моему, уже изучены досконально. Можем, можно сказать, с закрытыми глазами их ремонтировать. Распособность поддерживаем. Главное, чтобы не подводили они нас, ну а мы уж уследим за ними. По графику проводится техническое обслуживание и опробирование запорной арматуры. Объезжая крановые площадки на вездеходах, газовики преодолевают сотни километров в день. Контролируются технологические параметры оборудования и состояние воздушной среды. Дождь, снег, метель. В любых погодных условиях, ну, при необходимости, нам в любом случае надо бы выезжать и работать. Чтобы не было отказов при работе запорной арматуры. Чтобы мы всегда могли запорную арматуру открыть, закрыть. Чтобы не было аварийных ситуаций. Обеспечиваем надежность и бесперебойность транспортировки продуктов. Виталий Дерябин, Денис Сарбаев. Новости дня. И в завершении выпуска информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ Оренбургским производственным отделением филиала Оренбург Энерго 14 марта с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге по улицам Юркина и Ижевской. Ремонт будет проводиться и в понедельник 16 марта. Из-за этого с 10 до 16.00 без света останутся жители ряда улиц областного центра. Их полный список на ваших экранах. Также подача ресурса будет ограничена с 10.00 до 17.00 в поселках Нижняя Павловка, Весенний, Сергеевка, Подгорудняя Покровка, Хутор Челошников. Компания приносит извинения за временные неудобства. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98 48 48. Это все новости на сегодня. Я напоминаю вернуться к обзору новостей ОРТ. Вы всегда можете на нашем официальном сайте media56.ru 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Будьте в курсе событий Оренбуржья. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok